Я представляю Великобритательское общество родителей Петербурга Малитов. Мы сделали проект безболезного жительства. Я не буду рассказывать о ужасах университетной жизни, я не буду рассказывать о препонах, которые ставятся в бюрократическом плане, о том, что делать всё не так, как хотелось бы тем, кто хочет. Жить по-другому мы попробуем. Мы написали программу психологического туризма и выиграли первый, и, боюсь, что единственный, грант Министерства соцзащиты Республики Крым. Поэтому, к сожалению, в нашем проекте принимаемой участия в бюрократичане мы планируем распространить его дальше, но проект достаточно дорогостоящий, поэтому пока что я рассказываю только о проекте, который мы делаем. Я не буду зачитывать текст, вы его видите, просто мы сделали так, как делали для себя, так же мы сделали и для наших гостей. Вот это мы гуляем по городу, и вот таким образом развлекались. Значит, участниками программы были у нас почти 50 человек. Мы съездили в Москву, например, потому что мы посмотрели, как делали это опытные люди, а потом сделали сами на базе проекте специфика. Я очень боялась, разрабатывая программу, мы всячески уходили от слова «психология». Значит, все дело в том, что вы, слава богу, государство начало имущество, начало уделять внимание проблемам инвалидности, и очень хорошо, что у нас и по телевизору показывают, как мы тоже у нас заселены с инвалидами, показывают примеры совершенно потрясающего мужества и упорства, которые проявляют инвалиды. Это очень хорошо. Но мы видим только, когда мы смотрим на это со стороны, мы видим только одну сторону. Как будто плохо, добрые люди помогли и собрали деньги, ребенка подлечили. То есть, остальная жизнь, на минуточку, 10 миллионов наших сограждан, повседневная жизнь, 10 миллионов инвалидов – это только приблизительная цифра. Плюс, минимум, один член семьи – это 20 миллионов. Значит, на семью ложится забота об инвалидах. 20, ну, может быть, 25, потому что не все же живут там, с мамой, допустим. Да, есть, да, еще есть и бабы, которые еще не оставляют своих детей, и придут и танцевать. То есть, значит, приблизительно 25-30 процентов наших сограждан – это люди, которые лишь не будут с проблемой больности. Если вы выйдете на улице и крикнутся словом «сэ», то 3 человека обязательно повернут полу, потому что знают, что это медико-социальный инспортизм. Значит, почему я все это рассказываю? Потому что мы как раз ушли от проблем реабилитации, которая абсолютно необходима. Мы об этом знаем, мы об этом ведем. Ничего кроме реабилитации в семье с инвалидами не интересно. Мама живет только этим, папа на это зарабатывает, ребенок терпит все это, потому что ему больно. Просто кто-то больно, когда его реабилит. Значит, поэтому мы сделали программу психологического туризма. Мы воспользовались разработками кафедры туризма Воронежского университета. По психологическому туризму это тоже новое направление. Мы, собственно говоря, первые, кто это сделал. Мы наполнили отдых для семьи с инвалидами по поводу времени, наполнители тем содержанием, которое мы считаем интересным. Оно получилось, что сработало именно потому, что мы на зоне зародители детей инвалидов, и такая беспокойная шабухая, и мы много ездим. Мы по пещерам кладем со своими детьми. В общем, мы понимаем, что нельзя сидеть дома, потому что иначе родители начинают регрозировать, ну и ребенок, соответственно, не социализируется. Значит, особенности тура. Это вообще, каждый тур это психолого-педагогический тренинг. Все, что происходит в течение дня, планируется и вообще в течение тур, планируется в зависимости от состава группы после диагностики психолога. У психолога есть, психолог появляется вечером, на наши такие вечерние посиделки, в лечебной гостиной при свечах. Целый день работает ассистент психолога, который никто не знает, что он ассистент психолога, просто такая вот, ну, я-то пока была девчушка-веселушка, мы целый день болтаем, у нас целый день какие-то новости, мы обсуждаем, куда-то ездим, что-то рассказываем. Вечером мы делимся этим с психологом, и психолог, поскольку уже материал собран, имеет возможность в максимально короткий срок провести точечную, конкретную работу с каждым из наших друзей. Я не могу их назвать не туристами, не реабилитантами, а из наших друзей. Именно поэтому польза получается максимальная. Значит, что мы получаем в результате, в результате таких победок? Кроме того, что это отдых, во время которого никто не говорит о новой реабилитации. Это компания друзей, где все друг друга понимают, и все, как сказала одна наша мамочка, что говорит, ну, мой ребенок инопланетянин, хорошо, что это принимают здесь. Это довольно сложная проблема. Вы меня ставите? Я быстренько проясню потом. Значит, и еще, по исследованиям, из 98% нуждающихся в психологической помощи, связанной с проблемами инопланетизации, обращаются два заказа. Из 20% обратившихся к психологу за помощью регулярно ей пользуются только 6%. А нуждаются в 98%. Когда мы видим агрессивных родителей, когда мы видим несамостоятельных инвалидов, это результат того, что не было более правильно проведена психологическая реабилитация. Значит, кроме того, мы еще ездим в Центре профессиональной реабилитации. И те, кто сначала относится к этому, так, ну ладно, поехали. Приезжают в совершенно восторге. И по результатам нашего из 50 человек, у нас 4 человека в этом году уже поступили и получают профессию, то есть люди себя обеспечивают. Будут себя обеспечивать. Вы можете еще раз вздемный вопрос? Вот сейчас, если хотите. Ну, то есть вот так, разрешать или на вопросы? Да. Значит, работаем в Центре Олимпийской подготовки, потому что это, к сожалению, единственное учреждение, которое организовано недоступным образом доступная среда. в Центре военной космической связи, в действующей воинской части, чем, так сказать, мы, получили необъяснимый восторг, потому что для инвалидов это вообще невозможно. Вот это настоящий комплекс, это настоящий космический аппарат, с устоянием, и вот это наши детки, и они все привозят. Еще одна часть, это работа с животными, не буду останавливаться, это специальная такая отрасль работа, общение инвалидов, родителей инвалидов и животных, это очень большой инструмент. Значит, еще, что мы сделали, мы еще у нас были люди с байкерами, они у нас время от времени не ездят в детский дом, и нас, соответственно, тоже катали. И когда у нас были какие-то проблемы, мы с байкерами садились. Сами понимаете, что для ребенка с ВЦП это просто невозможно, это другая вселенная. Это у нас художница Ксения Симонова, она по кипителю, художница прескотерапии, вообще мировая звезда, и она у нас была в гостях, и она не ездит. Ну, а этого вечера у нас есть специальные методики, по которым мы работаем с психологом, рисуем мангалы, болтаем, пьем чай, ну и естественно, мы проводим в жизни, где-то мы же делаем, и вообще мы просто болтаем, болтаем, а потом у людей получается поворотность. Все, спасибо большое.